I have ways of blowing things off. И ничего здесь не сделаем. Мне кажется, что вот эта вот кнопка еще не нажимала. Давайте вместе кликнем. Да, черт побери, это от этой стены. Вот просто... Вот что я про это думаю. Ладно. Теперь мы можем сделать вот так. Через вот эту стену обойти. И я тупо просмотрел кнопку. Это просто я вот не знаю, что это было. Теперь можно сделать вот так. Этот камушек зафигарить на вторую. Так, знаете что? Вот что я думаю. Я сейчас вот так сделаю. Проще вот этот загнать. Теперь. Стойте. Это же глупо, да? Я же должен мочь туда пройти. А, ну да. Отсюда. Чуть опять сам себя в тупик не загнал. Ну нормально так. Вот, наконец-то открылась эта чертова решетка. Путь дальше. Спасибо, блин. В пяточка. Да, у нас тут опять же есть место нырнуть. И там есть место нырнуть. И там какие-то странные врата. Но пока что у нас есть путь здесь. Давайте глянем, что у нас... Что у нас тут есть? Хотя бы тут вот этот каменный мешочек опять же ходит, которого... Привет. Ты кидаешься чем-то, нет? Черт, я промазал по каменному голему, серьезно? 45 крит. А он, кстати, неплохо раздает. Один. Я по нему один наношу. То есть критом... Да нет, успокойся. Критом 45, а так один. Нет, ну он, конечно, умирает. Это радует. Это не может не радовать. Но один. Вон туда мне явно надо. Да, ну туда можно попасть только через... Ладно. Опасность. Ребят, серьезно. Вы бы стали нажимать на кнопку, на которой написано опасность. Как-то, ну, такое себе, да? Там, по-моему, еще... Да-да-да-да-да-да, тут еще каменные эти ходят. Погодите. Их тут много. Нормально, я думал он тут один, типа, потому сложный. А он не один. Нет, я понимаю, что я ему один наношу. Но это вообще ни разу не смешно. Сколько за них экспы дают нам посмотреть? Семь. Ну, это в смысле урона семь. Я пытаюсь анализировать. 375 экспы. Хорошо, погодите. Это может быть интересно. Может, он меня потеряет, если я свалю? Интересно, потеряет или нет? Давайте отдохнем. Что там у нас по голоду? А, вот, как раз маг проголодался. На тебе мясца для победного рывца. Огнем они, кстати, неплохо берутся. Вообще, магия это тема. То есть, там, где не справляются... Привет, дружище. Один! Яд их вообще, наверное, не берет, да? Крит на 57. Блин, но у меня... Ой. Я не могу рукой пользоваться. Конечно, неприятно, но... Этой рукой мне, вроде как, пока что и не надо пользоваться. Приятно, что криты прилетают. То есть, хоть иногда, но это срабатывает. Так, камушки я соберу. Камушки соберу. А, ты перегружен. У тебя камней слишком много, да? Нет, тебя понимать. Нас лишь сыро. И у тебя все равно слишком... Камней слишком много, да? Да. Хорошо. Куда мы их... Угу. У тебя тоже перебор. Ясно, понятно. Сколько камней весят-то? 0,7 за штуку. Их просто слишком много. Я тебя понял. Погодите, с шифтом. 1, 2, 3, 4. 10 штук себе оставим. Наверное, подерусь еще с вот этим вот... Ой, там кристалл есть. Подерусь еще с вот этим вот товарищем. Если он мне нанесет какие-то еще увечья, то я пойду сразу уже все вылечу. Надеюсь, он мне не упал. Так, давай. Макс, кстати, быстрее всего восстанавливается до нового удара. Приятно. Блин, по-моему, мне скоро нужно будет... Не нужно будет, ладно. Хотел сказать, скоро нужно будет валить. Кристалл. Новый. Новый рецепт. Погодите. Погодите. Я тут лучше сохранюсь перед тем, как... Какие-то вещи. Так, а рецепт. Грязинрав, еще что-то. Да. Наверное, все-таки травы я вытащу. Мне кажется, а рецепты буду складывать сюда. А ступка? Ну, черт, не ступка. Тоже пусть будет здесь. Посмотрим, как это все будет выглядеть. И так. Новый уровень. Давайте заодно глянем. Что-то все равно сейчас будут сохраняться. Тебе перекусить бы еще нужно бы что-нибудь, да? Вот на рыбке скушай сырой. Пожалуйста. Пожуй рыбца. Статус навыки. В навыке я там хотел в легкое оружие и в точность. В точность я одну кинул. Давайте теперь в легкое оружие, наверное. Что у нас на третьем уровне? Ты можешь носить легкое оружие в каждой из рук. Но одной из них должно быть кинжал. У меня есть кинжал. На пятом можешь носить в каждой руке любое легкое. Слушайте. При этом на обе руки налагается штраф в размере 40% от урона. А зачем мне это? Погодите. Я с каждого оружия буду получать по 60% урона. Но я смогу носить два оружия. Нужно ли оно мне? Погодите, погодите. Про третий уровень не сказано про штраф, да? Там можно с кинжалом. Давайте я... Да, принять. За каждое очко навыка урон твоего легкого оружия увеличивается на 20%. Кстати, вот это весомо. Урон легким оружием увеличивается. Хорошо. Маг. У меня есть концентрация. Носительно на 20. На третьем... Быстрее. То есть тут я могу добавить себе еще 40 энергии, грубо говоря, да? Да. Магия огня. За каждую очко навыка урон твоей магии увеличится на 20%. Вот это круто! На пятом уровне получаешь стойкость к огню. Наверное, будем продолжать пока что в огонь вкидываться. Мы им пользуемся. Полезная и хорошая вещь. Хорошо. Сохранились, вылечились. Магию прокачали. Что очень важно. У нас тут... Камушки. Камушки я пока подбирать не буду. Тут переход в новую локу куда? Понял. До свидания. Там на меня сразу какой-то пенек напал. Посмотрим. Так. Сюда, сюда, сюда. Меня немножечко смущает, что у меня нет отмычек. Кнопочек нигде никаких. Что за кобры? Почему мне страшно сюда заходить? Зная эту игру, мне почему-то, да, прям... Знаете, как... О, тут еще одна морда. Эээ... Эээ... Он мне ничего сказать не может. Ну, или не хочет. Я тебя понял. Тут можно ловить рыбу. Что, кстати, прикольно. Я пока бегал. Подходишь такой? О, а тут травка какая-то есть. Опа. Рыба. Опа. Да, блин, получили урон уже, пока поднимались. Ты серьезно? Да, вот рыбу поймал. То есть, в самом крайнем случае, когда... Если вдруг когда-то голод прижмет, то можно сделать вот так. Надо будет потом это подводье опять поисследовать, что тут вообще происходит. Вот это местечко с обломанным мостом, обрушенным. Уж не знаю, что да как. Тут еще одна лесенка есть. Я, на самом деле, просто сейчас пытаюсь отговорить себя нажимать на кнопку опасность. Так, это если что, просто карту открываю. Где-то была эта фиговая лестница, вот она. Перед кнопкой опасность надо будет еще и поспать, скорее всего. Блин. О, а вот там вот что за место? Стоп, я там не был. Давайте подрубим свет. Это я забываю поставить, как все сложные заклинания крафтятся. Тут мешочек, между прочим. Давайте посмотрим, чекнем, что в мешочке. Так, это мои факелы. Тут хлеб и зелье ярости. Зелье ярости. Кстати, у меня тут есть одна манная, одна хилка. Тут парочка хилок. Тут парочка хилок. Тут зелье ярости. Мешочек. Мешочек для чего? Кстати, бомбы надо отдать. А, у тебя с бомбами сразу перегруз. На тебе тогда штаны. Не знаю, будем таскать эти штаны с собой. Надо будет еще разобраться по оружию вообще, что мы хотим с собой носить. Я, в принципе, не против стрелкового оружия. Единственное, меня немножечко смущает тема с патронами и откуда их брать. Хорошо. Давайте сейчас полезем вон туда, где змеи, куда я не хотел идти. На кнопку. Ай, черт побери, мы здесь возле кнопки. Давайте сразу ее и нажмем. Тогда я не знаю, что будет. Может, какое-то испытание. Может, еще что. Опасность. И я не буду на нее сам становиться. Какая она там была? Вон там. Да. Я не буду на нее сам становиться. Я на нее положу что-нибудь. Не в плохом смысле. Так. У меня жизнь неполная. Надо бы... Так. И тебе надо бы, наверное, поесть, что ли. Ты голодный? Ты голодный? Нет. Все более-менее не голодные. Так. Мешок закрой. Вот рыбку скушай. Тебе тоже похорошает. Ну, остановимся? Давайте. Хорошо. Теперь. Карта острова. Было бы не очень умно ее ложить туда, да? Факелы. Через них. Давайте головолом положим. У меня такой же. Это было очень больно. Если что, как мне теперь отсюда выбраться? А, вот. А что я не могу тут вылезти-то? Ну, вы что? Юночка, они меня преследуют, что ли? Я тут умру сейчас. Ясно? Стоп. Погодите. Это реально... Они мне не дают из воды выйти. Опасно. Хорошо. Пока не нажимаем. Я думаю, что мы еще недостаточно прокачались. Они меня просто очень быстро убивают. Прям вот моментально. Я не знаю, какого мне нужно быть уровня, чтобы их убить. И какую мне надо защиту при этом. Ладно. Но мы к этому еще вернемся. Вообще без проблем. Письмо. Дорогой гость. К сожалению, врата Великой Пирамиды были давным-давно заперты при помощи особенного ключа. Боюсь, что сейчас достать такой ключ невозможно. Типа, день посещений... Закрыт. Бумажечку сюда положим. Ах ты ж. Пакел на бумагу есть как-то. При помощи особого ключа. Сейчас закрыто. Посетить невозможно. Есть еще одна лесенка подводная. Есть какой-то портал. Есть еще какая-то фигня. Сейчас, погодите. Что мне интересно. Я могу вот так пройтись? Открыть кусок карты? Вот сюда. Начало уходить с дороги. Опа! Блин, получили урон. И что я этим получил? Просто открыл кусок карты. Но там под водой еще можно ходить. Там под водой еще можно ходить. Слушайте, мы тут уже довольно большой кусок открыли. Тут кнопка опасности. Может быть там где-то еще вылезти можно? Подождите. У меня есть идея. А что если нам... Там же есть страж, которого надо разб... Блин, я не туда зашел. Страж, которого надо разбудить. Я немножечко посмотрел на записи, что я делал в прошлый раз. Я там в дудку дуделал, заклинанием в него кидался. А что если... Там может быть лестница, по которой можно подняться. Но это тоже. Так, тут надо пройтись. Вот так. Вот эти хождения под водой серьезно, мне вообще не радуют. Вот это все под водой тоже нужно попроходить. Ну, как все это сделать? Ладно, посмотрим. Серьезно, я бы хотел какое-нибудь заклинание подводного дыхания или что-нибудь хорошее. Страж! Блин. Я не пробовал в него кидаться ничем. Погодите, давайте... У меня там куча камней валяется. Ага, это так и работает, я понял. Так, у меня тут что-то растенится откуда. Я их подбираю, да, и они... Ладно. Они почему-то не стакаются, или как-то неправильно стакаются. Но тут можно пройти. Это радует. Травка. Нет, стакаются. Откуда они тогда берутся? Ладно. Вот я сюда прошел. И что? Еда. Круто. Дерни, дотянись через это. Ладно. А, так погодите. Это просто проход в другую зону. Черт. Это, конечно, весело, но нет. Пик медитации. Только пикнешь, сразу медитировать. Ладно. Это просто проход в другую зону. Что же мне тогда? Черт. Под водой надо лазить. Ой, блин. Тут эти аквалангисты чертовы. Вот я сейчас не знаю, куда я иду. Вот! Это то место, которое я находил в прошлые разы. Там же лестница есть. Ну там же лестница была. О, погодите. Это какое-то место... У безмолвного есть друг. Гораздо более сговорчивый. Направляйся в сторону восходящего солнца и отыщи его за вратами. Безмолвный это тот... Да, да, да. То лицо, которое ничего не говорило. Так. Тебе... На, скушай. Вот это скушай. У безмолвного есть друг гораздо более сговорчивый. Направляйся в сторону восходящего солнца и отыщи его за вратами. Компас. Восходящее солнце это восток. Там север. Отправляйся в сторону восходящего солнца и отыщи его за вратами. На кладбище. На кладбище. Безмолвный есть друг. Гораздо более сговорчивый. Мне на кладбище надо. Вот, тут вот это место, кстати, отобразилось на карте. Видите, спуск вниз, но там как будто заперто чем-то. Или... Минуточку, от безмолвного на восток или просто отсюда на восток? А, вопрос. Сюда я попасть опять же не могу. Мне предлагают сходить на кладбище. Я тут нафиг задохнуть. О, какие-то ребята. Вот эта часть натуральная у меня остается неисплаванная. Вдруг там можно что-то найти. А вдруг там это. Или там то, допустим. Давайте поспим. Я думаю, сейчас уже утро будет. Фиг. Надо сохраниться. И нужно, наверное, побегать в поисках того, куда можно вылезти. Например, вот это место, куда можно вылезти, я знаю. Тут есть вот ребята, которые не очень хорошие, на мой взгляд. Я бы не хотел с ними общаться. Так, тут никуда не вылезешь. Блин, я... Я что-то наступил. Задержи дыхание. Как? Ну, они сейчас все умруют. Да, ясно. Так, я нашел какое-то местечко непонятное. Пока опять плавал, ходил там. Тут записка. И тут какой-то щит, наверное, да? Дикарский щит, уклоним плюс два. Уклоним плюс пять. Так. Давайте, наверное, вот так сделаем. Он будет лучше просто потому, что он не дает минус жизни. А, у меня заклинание закончилось. Что с записком? Давным-давно был сундук с сокровищами, хранимый четырьмя... Что? Духами в топе. Духи в топе. Вот эту записочку сюда, и мы потом... Причем именно записочка была на пьедестале, а не щит. Если что. Так, это интересно, на самом-то деле. Я просто пытаюсь тут сейчас посмотреть, как и что, и все-таки, куда можно сходить или сплавать. Подождите, ребят. Сохранимся. Вот какое-то место. А, это возле моста, кстати, да, который призрачный. Точно-точно. Я такой, что за место? Тогда что это за островок? Ну, хорошо. Давайте тут поисследуем. Тут трава есть, как минимум. Вон там есть лесенка. Давайте к ней сходим. Мне не интересует, что там была за кнопка... Так, это... Еще не здесь, но это близко. Мне интересует, что была за кнопочка. Вот, и как это все теперь... Это выглядит, как проход, если че. А это проход, если че. О, тут есть ребята. Ребята, товарищи. Не-не-не, спасибо. Я, наверное, воздержусь пребывать в вашей компании. Так. А, это проход как раз в ту зону. Все-все-все. Все, я понял. До меня дошло. Вот эту лестницу я не видел. А она тут совсем рядом. Почему? Хорошо. А! Вот. Задержи дыхание. Блин, оно ко мне плывет, если че. Тут предполагается, что если я достаточно долго простою... Оно откроется? Черт, так это пока что не работает. Давайте отдохнем. С хавой. Ну-ка. Как это водная серия у нас сегодня вообще... Так, то, что оно там плавает, мне не очень нравится. Хорошо, этот секрет у нас обозначился на карте. Давайте поберем тому и глянем, что тут больше ничего нет. Можно было бы какие-то вещи выбрасывать из инвентаря, чтобы зажать эту кнопочку. Было бы прям хорошо, наверное. Но... Ой, блин, да откуда у вас тут столько водолазов фиговы? Опа. Мы вон там, вон еще маленький кусочек не открыли. Мне интересно, что там. Я бы сходил, честно говоря. Тем более сейчас день. Сейчас можно и полазить. Оно посветлее, поприятнее. Там лестницы никакой нету, да? Это печально. Тут у нас рыба. А, вот тут есть лестница. Отлично. Ну, хорошо. Более-менее вот этот кусок мы сейчас открыли. Давайте. Я бы по вот этому проходу прошел. И, может быть, туда еще дальше. На самом деле у нас, смотрите, сейчас можно пойти на кладбище. Можно пойти на руины. Можно пойти в мрачные топи. Даже не знаю, куда лучше. Подсказка мне говорит, что вроде как сюда нужно бы на кладбище сначала сходить. Наверное, поступить стоит именно так. Заодно подлечимся. Да, давайте. Заодно проверим, как наш уровень подходит под кладбище. Тут у нас какой-то пенек ходил, да. О, там сразу и философский камень, и все, что хочешь. Ну, я их бью. Это неплохо. Даже хорошо. Они очень быстренько сливаются. Мне особо ничего не делают. Возможно, это мне сейчас под уровень. К тому же на огонь у них хорошо. Да, хорош. Они горят еще так смачненько. На огонь хорошо реагирует. Братья-акробатцы. Сгори, твори. Сгори. Сгори. Я любым оружием сейчас буду говорить. Сгори. Ну, тот огненный меч, кстати, из... А, это у нас как рычажок. Куда повернешь, туда и будет. Все, понял. Каменщик Мордобой. Родом из ледяной тундры на севере. Прожил долгую жизнь и умер на Некси. Что мне это должно сказать? Вообще хорошо. Они так склеиваются быстренько. Так, а что тут? Эти грибочки не съедобные? Вроде нет. Пока просто открываем карту. Смотрим, что здесь ничего. Пока, пока есть обычные проходы, я ничего не буду клацать и ничего не буду делать. Так. Грибочек сюда. Ну, потом из этого всего и хилочек накрафтим, и всякое такое. У меня никакого дебафа не прибавляется от всей этой фигни. Тараэль, сухо стой. Прибыл сюда на корабле из Нотхэмптона. Отличный слуга своего господина. Это имеет какой-то смысл, то, что я все это читаю для просто отсылочки. Ну, знаете, как разрабы. А, на острове расцветает знание, смерть и разложение дали ему взрасти. На острове расцветает знание, смерть и разложение дали ему взрасти. Ай, чертовы загадки. На острове. Остров может быть вот эта центральная часть, на которую, кстати, не могу попасть никаким образом. Там нет лесенок нигде. Кроме вот этой вот загадки с кнопочкой задержи дыхание. Тоже не знаю, что это значит. Может... Так, ладно. На острове расцветает знание. И мы нашли лицо как раз... Не знаю, это же... Это лицо считается или нет. Ну, ладно. Так, клад... Ой, блин, прям само кладбище. Тут сейчас зомбаки какие-нибудь полезут. Еще что-нибудь. Ладно, пойдем. Хочу лесохраниться. Наверное, да. Раз игра мне представляет и в пяточку, я буду и пользоваться. А ты для чего? Кристальный цветок. Надо будет рецепты почитать. Это я сделаю за кадром, потому что это все будет долго. Ну, как мне кажется. Ага, спасибо. Трое неизвестных рабов захоронены здесь. Наконец-то они обрели свободу. И заметьте, там три дерева. За... За это. Прикольно. Тут никаких камушков нету, секретных. Мне нужно... Мне нужна отмычка. Мне нужна фиговая отмычка. Мы так быстро закончились. Но с другой стороны мы много чего пооткрывали. Так, еще раз. На острове расцветает знание. Смерть и разложение дали ему взрасти. Оп, не то. Расцветает. Ой, ты откуда взялся? 76! Просто аннигилировали, чувака. Расцветает знание. Смерть и разложение. Так. Ну, понятно, что в этом всем есть символизм. Нужно просто понять, к чему это все. Я, наверное, слишком пока что заморачиваюсь, потому что я пытаюсь понять те вещи, которые, ну, мне... Оу-оу-оу, дружище! А как это мы с тобой не встречались? Пришел приказ, и врата были закрыты. Ответы были замурованы в архивах. В архивах. Понял. Так, там у нас какая-то золотая вещь. Меч, не меч, непонятно. Сейчас посмотрим. Так, ты у нас кто? Ну, выглядит как какой-то клинок. Врата закрыты. Я думаю, тот камень, он что-то сделает там. Так, стоп. Ну, давайте рискнем. Я сохранился. Попробуем вкинуть сюда ключик. Может... В прошлый раз вот такой саркофаг мне не понравился. Меч, это вроде тебе. Что у нас сейчас? 8.24. Выпаду мне нету, потому что легкое оружие нету. Ну, так. 8.24. 12.37! Кровопийца. Какая-то этого меча... Так, стопте. Стопте. Легкое оружие. Ну, во-первых, 12. Это, во-первых, лучше. 14.40. 20.59. Да. Просто вот сходу. Да. Я это оставлю. Это я не буду переигрывать. Вот я в эту сторону его подвинул. Что изменилось? То есть, каждое оранжевое что-то открывает. Синее поле это для прохода, а оранжевое поле что-то открывает. На кладбище что-то открылось? Вроде нет. Но я предполагаю, что если я в эту сторону двинул, то в этой стороне что-то изменится. Это ж может быть совершенно не так. Давайте в другую сторону двигать. Может, та решетка открылась? Не знаю, как это все работает. Сейчас будем смотреть. Нет, нифига. Решетка не открылась. Хорошо. Это откроет ворота нам? Размечтался. Я теперь даже пройти к ним. А, нет, могу пройти. Если ни одно из них не открывать, значит, должна быть определенная очередность, по которой нужно провести этот камень для того, чтобы ворота были открыты. Определенная очередность. У нас пока ничего такого нету. Ну, собственно, и все. Мы дальше на кладбище пока продвинуться. Никуда не можем. У нас есть сундук. Дверь, которая открывается с камней. Дверь, которая просто заперта. Я думаю, что она просто обходная с другой стороны. Черт, вы не знаю. Блин. И чем мне теперь? Ладно, оставим пока что эту загадку. Надо будет над ней подумать. Ну, как обычно, если загадка не решается сразу, нужно просто над ней подумать. Или у нас еще недостаточно информации для того, чтобы это все решить. Так. Да, остров у нас явно нам туда, но туда попасть мы никак не можем. Поэтому на кнопочку я наступать тоже пока что не буду. Мы можем сходить еще на болото, если что. Так-то да. И можно еще пройтись по проходику вот этому. Да или да? Вроде да. Стоп. Можно ломануться и попробовать... Тут у нас черепахи. А, ну, собственно, и все. Это все, что нам открылось, да? То есть, этот кусок открылся сразу. У нас есть еще там кусочек какой-то. Пойдемте глянем. Да, успокойся ты. Вот, не знаю. Игра мне всем абсолютно нравится, кроме вот этой вот водной части. Водная часть вот вообще меня не радует. Честно. Что-то где-то, не знаю. Где ближайшая лестница? Черт, она там. Да понял я тебя, понял. Что-то где-то открылось. Погодите, а это, случайно, не вон там что-то где-то открылось? Пойдемте посмотрим. Потому что, ну, был такой звук, типа, бздыньк. Что-то... Четырех сторон. Да-да-да, это все было. Я не вижу ничего такого особо нового. Тут ничего не могло открыться? Тут у нас сундук, который мы обобрали уже, да. Какие-то странные дела творятся, серьезно. Пойдемте туда на болото, что ли, посмотрим. Ну, то есть, что мы теряем? Мы тут уже все обошли, тут уже все сделали. Можно там под воду, конечно, пронырнуть и пройти, но я не знаю, где там лестница и... Черт. Ладно. Будем посмотреть. Тут надо сохраниться. Просто одним глазочком. Сейчас пойдем заглянем на болото. Что там творится, что там происходит. Да, эти грибы я уже пробовал, они не собираются. Меня вот эта зеленая дымка смущает, если честно. Ну, на кладбище вроде была белая дымка, и она нас не трогала. Но, однако же, все-таки... Вообще, эта дымка мне тоже до сих пор смущает. Может, она окажет на нас какой-то эффект, который я не знаю. Вот тут камни. Ну, да, но у нас перегруз с камнями. Блин, тут растения эти появляются. Нет, я не буду, конечно, наверное, жаловаться на это. Потому что растения, это всегда хорошо. Из них можно что-то приготовить. Вот эти грибы очень смущают, серьезно. Это вот это вот говно, которое кусючее. Блин, если оно здесь... Оно здесь. Мне предлагают быстренько пробежать. Наверное, да? Насколько это вижу. О, дружище. Не позволяй камням остаться без своих мишеней. Понял, наверное. То есть, нам там два камня не зря дали, да? Стоп. Я сам в себя попал. Я молодец. Серьезно, мне прилетел камень. Оно быстрее, чем я. Туда так не пройти, оно быстрее, чем я. А тут у нас... Комары. И опять же, другого прохода... А, ну другой проход под водой есть. Да, там можно под водой сюда проникнуть. И посмотреть, куда я выйду. Хорошо, давайте попробуем. Пока что... Прям загадка на загадке. Прикольно, мне нравится. Заставляет подумать, конечно. Поразмять башку. Ну, как бы, вот такое. Честно, наверное, вот эта вторая часть, она посложнее будет, чем первая. Мне кажется. Именно в плане... Так, ну, нырнуть проще с этого берега, я тогда меньше пройду. Так получается. Ох, блин. Джеронимо. Ох, блин. О, тут сразу лесенка есть. С порталом. Ого. В смысле, угу. Не надо. Не задыхайтесь. Накинули кружок, но там еще не все. Погодите, здесь... Что это? Это жабы какие-то. Здесь есть еще одна лесенка. Сундучок. Боровичок, ну-ка. То есть, по-хорошему, на болото можно пройти. Если захотеть. Тут и мосты есть, и все. Давайте попробуем лягушку вот эту. Офигенно. Ты мне отдашь оружие? Зря камнями кидают. Так. Стал восстанавливаться. О, огонь теперь... О, огонь теперь поджигает. Это тема и встал. Черт, у меня второе оружие спер. А как? Нет, серьезно, как? Ну, я его сейчас убью. Если он мне не отдаст оружие, то мне с ними бороться-то получается бессмысленно. Последний. Дружище, сдохни, пожалуйста. Он мне посадь магический спер, да? Да, вот все наши вещи здесь. А-а-а. Ну, кстати, такие себе враги. Язык. Так. Ха-ха-ха-ха. Так. Камни на тебе. Меч на вторую. Ёлки-палки. Они очень неудобные враги, если что. Ха-ха-ха. Я все себе вернул? У него на второй руке, кстати, ничего нету. У этого я только сейчас заменил. У меня тут хоть мачете есть. Ему надо было на вторую руку хоть что-то положить. Блин. Опасные ребята. Так, надо покушать. Зачем я иду дальше? Кто знает. Нет, погодите. А-а-а. Они одноразовые? Блин, может стоит тогда на ту кнопочку-то наступить? Я эту зельку-то прохавал. Обидно. Нет! Откуда ты пришел-то? Его это там колбасит потихонечку. Куда я хочу? И хочу ли я куда-то? Слушайте, а огонь неплохо справляется так. Его потихоньку там режет. Серьезно? Блин, тут их много. Она у меня сейчас утонет просто и все, да? Вот круто будет. Ладно. Это просто такой пробный забег. Мы потом все равно, если что, будем загружаться. Так что... Я что-то наступил. Там какая-то плита. Да, я понял. Я сейчас сольюсь. Блин, про плиту абсолютно случайно узнал. О, слушайте, это вот эти... Это секрет! О, я понял. Так, хорошо. По сути, мы аж здесь. Давайте по баринькому пройдем. Убивать я сейчас никого не буду. Просто пройдемся. Открою вот этот кусочек. Да, вот у нас тут вторая лестница. Вот эта... Кнопочка. Я ее нажму сейчас. И мне нужно аж туда теперь выйти, да? Да иди ты, пожалуйста, ровно. А тут выхода нету. Блин, я чей перегружен и иду мед... Да не проходишь ты! Ух, кто там голодает? Наш, пожуй мясца. Так, ты, дружище, что за... Так, что мы мы тебе переложим? Тут надо избавляться от веса. Каким-то образом так, 6,18. 84, наверное, вот этот легкий мачете мы выложим. На, поешь. Нечка, все равно перегружена. Каким образом? А из-за... Это вот эти кожаные... Нечка, а кожаные штаны... Не, ну кожаные штаны, по идее, это худшее, что у нас сейчас есть, да? Да. Мы их тоже выложим. У нас получается защита 4, уклонение 2. Защита просто 4. Тогда можно вот так сделать. Хорошо. И поспать? Оп. Я пошел. Мне ничего не украли. Так, вот тут есть лестница. Я, кстати, протупил. Я мог вот тут выбраться. Я сейчас так и сделаю. Вот тут, возле кристалла, мы сохраняемся. И, пожалуй, будем заканчивать, ребятушки. Потому что много чего посмотрели, много чего открыли. Наверное, пойдем на болото в следующий раз. Ну, на топе, в смысле. Там можно подраться с лягушками, пободаться. С кладбищем надо что-то решать. И руины... С руинами тоже нужно будет. Можно туда пойти, кстати. Посмотрим. Если лягушки не будут слишком привередливые, то, может, и туда сходим. Пишите, что думаете. Пишите, как вам, что вам. Там уже будем дальше смотреть. Потому что, ну, болото мне пока кажется интересным. Если этих лягушек по одной выманивать потихонечку. Да и на кнопку, наверное, можно пойти было бы нажать. Но она уже далеко очень сильно. Потому что эти твари, они хоть и это, но они одноразовые. Я думал, что они сильнее. Все, ребятушки. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал.